Приветствую вас подписончики, если вы смотрите на меня сейчас, значит на прошлой моей танкобиографии набралось 5000 просмотров. С этим видосиком будет то же самое, то есть набираем 5000 просмотров, я иду снимать третью уже часть. Пока этот ушлёпок ушёл, пойду побырику тутер сниму. Вот крысы ебаные, опять голд своровали. Ладно, пох, чё там Джага записывал? Танкобиографию? Щас я без него всё расскажу. Короче, он нубасы играть не умеет. Опять ты тут вместо меня биографию мою расскажешь? Блядь, опять он, щас тискать будет. Как я и говорил, моя кошара. За кошару по ебалу надаю. Вот, я от неё закрываюсь на время съёмок, но иногда она провалит. Да мне вообще поохуй, я как Джаггернаут двери сношу. Ну, как бы, начнём с того, что после того, как Даня Машкин ушёл, то есть, ну, он в танке вообще не появлялся, мы очень так часто и плотно начали играть с Ромой Вурдалаком. Вот, у нас с ним, знаете, было постоянно такое соперничество, что ли, то есть, кто первый купит эту пушку, у кого больше кристаллов. Вот, мы знали, как бы, ну, пароли друг от друга, но, ну, на аккаунты не заходили. Правда, на его я один раз всё-таки зашёл. Я, короче, вместо того, чтобы он вообще копил на какую-то пушку, на определённую, а я ему взял, накупил нары и вот у него бомбило. Он потом всё-таки пароль на своём аккаунте поменял, ну да ладно, это не о том. У нас постоянно с ним было некое соревнование, то есть, кто там, кто больше набьёт. Мы даже в битвах, как бы, ну, мы так, как играли вместе, мы старались, как бы, вот именно выпендренуться перед друг другом. На тот момент самая играбельная карта была Песочница, тем более для маленьких званий, она, ну, чуть ли там не топовая была. Вот, и, как бы, ну, на ней мы играли часто и в тот момент, когда, вот, допустим, мы наверху в центре, ну, то есть, на проб выше, ниже нас были танки. И так как мы были на, ну, тяжёлых корпусах, то есть, там, на Титане, на, чём ещё, на Хантер, то есть, кто не знает, раньше было две линейки вооружения, вот, в первую входили из корпусов, это ВАС, Хантер, Титан, Диктатор, но Диктатор был, знаете, что-то средне, что-то между, но он тоже входил в первую линейку из вооружений. Смока, огнемёт, так, рельса и изида. Ну, изида тоже что-то, ну, так вот, ни туда, ни сюда оружие было, вот, потому что во второй линейке ему, как бы, замены не было. Вот, если, допустим, вместо смоки у нас гром, вместо рельсы шафт, вместо жиги фриз, а вместо изида ничего не было, то есть, его можно было бы встретить и на маленьких званиях, и уже на маршалах, там, ну, то есть, раньше, кто ещё не знает, максимальное звание в танках онлайн было маршал, и все именно чисто вот к нему стремились. Так вот, мы, ну, как бы, у нас было такое, знаете, микросоревнование между друг другом, мы, ну, как бы, у нас, у меня даже остались очень много скринов, остались очень много скринов, что я несу. Ну, у меня осталось очень много скриншотов, когда мы, допустим, доигрываем какие-то определённые битвы, ну, то есть, вот, в конце битвы же, ну, показывается, с каким счётом, сколько кристаллов вам дали. Вот, у меня чаще всего было, там, 15 киллов на ноль, то есть, ну, вот так вот, маленькие же битвы, там мало киллов набиваете, то есть, ну, тем более на моих званиях, то есть, там это было сержант, там, воронто-офицер, то есть, там, знаете, ну, просто нереально было, там, нагибать даже с той же самой нарой, вот, ну, и как-то так. Так, и знаете, ещё такая забавная ситуация была, Рома Вурдалак видит, это, падать Нитрушка, ну, как, она уже упала, но так как он был на Титане, в то время на Титане М0, вот, он, ну, за ней не успевал, она уже вот мигала, она уже пропадала, вот, и он такой, врубает Нитру, чтобы подобрать Нитру. Ну, я надеюсь, вы поняли прикол. Это, это сложный прикол называется. Даже мемы про это делали, то есть, типа, там, включил Нитру, чтобы подобрать Нитру. Ну, всё равно, как бы, знаете, это нисколько для характеристики танка, сколько, знаете, для личного такого прям, о, я схватил, то есть, как называется, главное взять, а уже подумать потом, надо тебе или нет, это уже совершенно другое дело. Ну, так вот, ребята, время шло, мы прокачивали свои звания, также познакомились и с другими танкистами, то есть, были такие моменты, когда мы с Ромой Вурдалаком ссорились, то есть, ну, у нас, ну, бывает такое, что мне было на тот момент лет 16, да и он тоже меня на два года младше, то есть, разногласия у нас были, не спорю. Вот, но так как он мой был именно единственный танка-друг на тот момент, как можно это назвать, вот, ну, как бы, мы очень быстро мирились, то есть, там, пошли в битву, пошли, а вот когда, вот, именно в момент ссоры мы играли по раздельности, то есть, раньше мы играли постоянно на четвёртом сервере, кто помнит, может, ну, может, там наши ники видел, может, ну, ну, всякое может быть, вдруг там какие-нибудь олдскульные игроки будут. Вот, играли мы постоянно на четвёртом сервере, ну, там, седьмой, четвёртый, то есть, тут так вот постоянно хаотично менялось, то есть, Рома меня постоянно звал на четвёртый, я её постоянно звал на седьмой сервер, ну, чисто из-за того, что мне 7 число нравилось, вроде бы, ну, на тот ещё момент мне оно казалось, как бы, ну, счастливым. Ну, ходила легенда такая, что 3 семёрки, это хорошее число. Ну, так вот, звали, как бы, друг друга играть, в момент ссоры играли по отдельности и на абсолютно рандомных серверах. Вот, иногда я его палил, что он играет, то есть, ну, как бы, чисто вот так по серверам пробегаюсь, опа, смотрю, грудолаг в битве, а мне в скайпе ничего не позвал, ну, как бы, ну, не было такого ничего. Вот, и у нас изначально была идея, знаете, создать клан. То есть, как я и говорил, мы регали с одинаковыми никами, 2-2-8 на конце, и клан такой же хотелось бы создать, но, я не знаю, что-то у меня руки не дошли на тот момент написать на форуме, создать тему опять ту же самую. Вот, и как-то эта идея ушла куда-то туда, и вот, в момент ссоры я его увижу, там, зайду к нему, он ко мне зайдет. И на тот момент, знаете, я точно вам не могу сказать, но я как-то познакомился с такими ребятами, которые угоняют аккаунты, то есть, все, которые занимаются фишингом. Вот, ну, я как бы с ними познакомился, им как раз-таки было лет 13-14 на тот момент, ну, школьники, ну, что с ним взять. Вот, а кто-то был даже и помладше, там были 11 лет чуваки. Вот, и у них было очень-очень много аккаунтов, то есть, вот, если вы помните, в чат кидали такие ссылки, типа, там, тестовый сервер, бесплатные кристаллы, то есть, это было, ребята, все, фишинг, вы туда, как бы, якобы, переходите по ссылке, вводите свои танковые данные, то есть, ник и пароль, вот, а в некоторых случаях даже у вас и e-mail с паролем просят, вот, и, как бы, все, у вас угоняют аккаунт, отвязывают, и раньше вернуть аккаунт было очень-очень проблематично, хотел сказать. Раньше возврат аккаунта был очень сложным процессом, ну, проблематичным, то есть, ребята попусту не знали, куда обратиться, то есть, конечно же, многим ребятам возвращали, то есть, ну, хелп тогда еще не очень сильно был нагружен на тот момент, вот, а сейчас, как бы, каждый второй школьник может написать на хелп, и, ну, его заявку рассмотрит, ну, в крайнем случае, может, может даже положительно на нее ответить, то есть, с его просьбой, вот, а раньше, знаете, такого не было, я сам только, вот, спустя, я не знаю, полгода, что ли, когда, когда я играл, узнал, что, что есть хелп, что, как бы, можем туда написать, что у тебя там аккаунт угнали, ну, так вот, а маленькие дети об этом просто не знали, они просто захотели там крисиков себе на аккаунт, ну, а получаю, получалось так, что попросту они теряли свой аккаунт, вот, и у них было очень много аккаунтов, мы с ними созванивались в скайпо-конференции, ну, с теми, кто фишингом занимался, вот, созванивались с ними по скайпу, болтали, может быть, там, играли, и они играли постоянно на разных аккаунтах, то есть, там, вот, он играет, допустим, на шахте, то есть, а шахт мне на тот момент, знаете, казался такой очень крутой пушкой, потому что она открывается на, так, на звании младший лейтенант, то есть, это самая-самая-самая последняя пушка, вот, то есть, которая, вот, открывается вот именно на таком звании, вроде бы, ребята, точно сказать не могу, а М3 на младшем лейтенанте открывается, вот, а все остальные пушки только на уоррентах, уже М3 можно, вот, допустим, если хорошо в донате, то на пятом уорренте вы уже можете, могли бы ездить на викинга фризе М3 и в топовой краске, то есть, вот так вот, раньше все открывалось до пятого уоррента, остальное просто у вас все дело кристаллов, то есть, сколько заплатишь, только и купишь. Вот, ну, многих я замечал, даже на Майорах ездят в зеленый, там, допустим, краски, ну, может, они чисто из принципа, может, кто-то копит на топовую краску, но на тот момент у меня уже, ну, так, на момент Майора у меня уже Зевс был, то есть, это была самая-самая последняя краска, вот, защищала она от Рикошета, Жиги и Изиды, вроде бы, точно я, ребята, не помню, да, вроде она защищала от Изиды, у ней там был максимальный резист, вот, ну, Изиды меня в основном сильно так это не донимали, у меня был на тот момент фриз М2, да, М3-й я делать не стал, не знаю, я сделал себе Харнет М3, ой, ну, знаете, что-то я забежал вперед к этому, мы еще, ребята, вообще вернемся. Давайте-ка опять на ту тему, на которую я начал говорить. Фишер, они мне дали тот самый сайт фишинговый, на который нужно заходить, регистрировать, как бы, свой ник, свой логин, в общем, который не угоняет пароли, а который именно дает себе возможность, чтобы ты, как бы, все вот это вот самое тырил. Ну, было за мной пару грешков, то есть, я, ну, бывало, что флудил, допустим, как это вообще схема работала. Любой новобранец, ну, хотя у новобранца был закрытый час, вот любое мелкое звание, то есть, аккаунт, который, по сути, не жалко было, люди туда вводили, то есть, ну, а вдруг, правда, ну, то есть, на мультаже все хотят крисиков, а вдруг до кристалла мне выпадут, а вдруг там, да это не наеб, вот, вот, и, как бы, вводили свои данные, и вот, пожалуйста, у вас новый аккаунт, с которого можно, опять же, вот это все фишить, или как это, фродинг называется. Ну, в общем, вот это вот все, черная махинация так работала. Угоняйте аккаунт, уже с этого чата пишите, и, получается, вы берете, берете один аккаунт, то есть, главное, чтобы вы не плудили 100 своего, потому что, если вы, вас забанят, то, ну, это пиздец, конечно, будет, если бы меня зафишили, забанили. Вы, допустим, пишете со своего мульта, который вот недавно зарегали, пару человек повелось на это, вы на их аккаунты заходите, это самое пишете, и вот, пожалуйста, у вас выше, 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 и вот количество у вас больше, а потом вдруг какой-нибудь хороший аккаунт обломится. Мне на тот момент попался майор аккаунт, то есть, Бандера Укр, то есть, ну, раньше мне это казалось нормально, а сейчас... И там на тот момент был, так, хотел сказать вас, Hornet M3, то есть, я объясню, что такое для меня Hornet M3. Это был самый быстрый корпус, и вот, знаете, с того самого момента у меня было звание младший лейтенант, и мне вот именно было вот интересно, вот как вот именно самый быстрый корпус себя ведет. Конечно же, ускорения там бешеного как-то такого не было, то есть, я думал, вот сейчас включу Нитру, и он мне вот чуть там не на дыбы встанет, но нет, такого не было, то есть, он также набирал скорость, ну, может, побыстрее, чем сейчас, вот потому что сейчас ВАЗ, потому что самый быстрый корпус, а на тот момент это был Hornet, потому что это была вторая линейка легких корпусов. Вот, ну и как бы, когда вот уже он на Нитре разгоняется, то есть, там, я не знаю, секунды 2-3 проедет, он уже все, он получает свою максимальную скорость, и можно, я не знаю, хоть куда запрыгнуть, то есть, актуально раньше было, знаете, куда залетать? на Бездне, то есть, карта такая раньше была Бездна, сейчас она называется Небоскребы, вот, ее сделали под стилистику, чуть-чуть изменили, вот, а там была Тайная комната, кто из старых игроков, игроков олдскульных, он, может, это и поймет, вспомнит. Вот, и туда обычно запрыгивали мы, то есть, там заменили проход, чтобы там к нам никто не залазил, бывало, там и флагоносы даже прячутся, то есть, стырят флаг, залезут побыстренько вот туда, и все, как бы, ну, битва стоит, по сути. То есть, ни одна команда, ни первая, ни вторая не может украсть флаг. Ну, так вот, я погонял на этом аккаунте, у меня уже на тот момент была создана группа. Ну, так вот, ребята, а до этих самых фишеров, я вам немного расскажу про свой аккаунт, как я вообще играл, качался. В общем, прокачкой я занимался сначала на смоке М3, то есть, я вот, вот как Рома Дивиди говорит, детям же дают, там, на завтрак, там, в школе, или, вот, допустим, мама даст тебе 100 рублей, скажет, иди, купи хлеб. Сдача у тебя останется, ты ее откладываешь. То есть, никуда не тратишь, ну, конечно же, ты можешь там себе взять мороженое, но нет, ты себя как-то в этом, ну, чуть-чуть ограничиваешь, вот, чтобы, как бы, потратить на что-то свое, то есть, опять же, на те самые танки. Вот, я потихонечку откладывал, 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 ну, так, по мелочам абсолютно, то есть, не сказать, что я прям такой, таким раньше мега-донатом был, вот, и у меня, допустим, в месяц, ну, копилось около 700 рублей, там, иногда до 1000 даже доходило, вот, я потом ходил, это все донатил в Киви, вот, ну, и, как бы, вот, покупал кристаллы. Я Киви и Яндекс деньги донатил, вот еще, то есть, главная кошелька была, вот, ну, и, как бы, была вот покупка кристаллов, покупал я себе на скидках, то есть, я раньше ждал скидок, чтобы себе что-то купить, и я, знаете, я прям сидел и молился, то есть, ой, хоть бы до скидок, что это ДК выпал, хоть бы до скидок ДК выпал, иногда его реально очень не хватало, то есть, я несколько раз так очень сильно обсирался, когда вот скидки, а ДК тебе около недели не выпадал, и я такой сижу, бляляля, что... Все, вот, все сейчас будут на, я не знаю, там, на Хорнетах, на Громах М3 кататься, а я даже себе какую-то краску не могу купить, и вот, заметьте, раньше было так, все дожидались скидок и накупали себе гараж Full M3, то есть, вот, после именно скидок, до скидок все катаются такими нубиками, там, без топовых красок, там, на М2 вооружении, а вот уже после скидок все тебя вот так вот просто нагибают, вот, ну, конечно же, я не давал себя в обиду, я и как бы и в чате очень сильно огрызался, у меня было большое количество банов, там, на сутки, один раз вообще на неделю было, я когда купил краску Зевс, я написал, Зевс Мазафака, то есть, ну, по-русски, Мазафака, вот, и меня какой-то пидор забанил на неделю, вот, ну, ладно, в общем-то, это для меня как бы вообще пустяк был, меня и один раз на месяц банили, но, правда, это был скриншот подделан, и как бы все, его, ну, аннулировали, я в бане просидел полдня, вот, ну, к этому еще, бля, это я что-то вообще, я в этом выпуске что-то вообще вперед-вперед-вперед забегаю, качался я на смоке, пушке, у меня была пушка смока, на тот момент она мне казалась, ну, прикольная, то есть, в чем она прикольная, максимальный урон на ней был вроде 35 хп, вот, как бы на М3, или точно я, ребята, не помню, но что-то там с числом 35 было связано, вот, ну, и как бы мне там нравилась скорострельность на тот момент, то есть, я не сказать, что я сбивал прицелы рельсом, на тот момент там не такая сильная отдача была, но, как бы, у рельс я имел такое преимущество, то есть, берешь ДДшку, помимо шафта, ребята, там также стояли и зиды, и фрезы, и на маленьких званиях стояли жиги, то есть, фриз на тот момент имел очень-очень сильную заморозку, то есть, там стоило вам чуть-чуть там под струи фреза пробыть, и все, у вас уже скорость там в несколько раз становится меньше, ну, как бы не то, что сейчас, сейчас, как бы, фриз понерфили, а раньше он был довольно-таки топовой пушкой, еще, я помню, вот, как там его, криминал, он выиграл, ну, какой-то там топ-тандем, то есть, там абсолютно любое свободное вооружение, он был на викинга фрезе, вот, и, как бы, на тот момент, ну, он, как бы, сказал фрез, он все равно, он, как бы, нагибает, вот, ну, помимо этого, там была нагибная пушка рикошет, то есть, даже на модификации М2, там, ну, просто, ребята некоторые разносили, то есть, в умелых руках, как бы, любая пушка, ну, раскрывается полностью, ну, как бы, на рикошете можно было бы и перевернуть танка, то есть, ему прямо вот в бочину въедешь, или даже чисто в бок пару ударов рикошета дал, он переворачивается, то есть, вот такая там была, как бы, бешеная отдача, в паркуре рикошет, прям, ну, ну, просто божил, вот, то есть, забор, есть вот, не забор, даже вот любая стена, вы одеваете легкий корпус, даже иногда со средними срабатывал, то есть, там, кто-то даже на викинге залазил, вот, как бы, ну, кто помнит, вот такой вот, допустим, подъем, вы на танке подъезжаете, либо задавали передом, и даете, как бы, выстрел, и все, и вы, как бы, на вершине, куда вы там хотели, на вершине этой самой точки, вот, но с появлением новой физики, и это все убрали, то есть, ну, плохо, с одной стороны, мне это очень не понравилось, то есть, я любил, честно, карабкаться на рикошете, он у меня был М1, правда, на тот момент, ну, все равно, как бы, рикошет он брал свое, то есть, ну, было весело, вообще, с этой пушкой играться, вот, и, как бы, время шло, время шло, я прокачивался, то есть, я помню, вдонатил себе около 500 рублей, купил себе диктатор М3, то есть, у меня на тот момент не было такой топовой краски, у меня была из красок чужой, то есть, кто помнит, она раньше имела такой черно-красный оттенок, ну, она и сейчас, в принципе, такой же оттенок имеет, но раньше она была намного, намного красивее, вот, я не знаю, почему ее перерисовали, то есть, ну, оставили бы точно самую такую же текстуру, только, ну, в растровой графике, ой, в растровой, я вам вру, а раньше, раньше, краски были фотореалистичными, то есть, их не рисовали, брали просто текстуру, ну, как-то, как-то ее корректировали, и все, это была растровая графика, то есть, она была пиксельная, сейчас же у нас краски векторные, векторные, то есть, там нету абсолютно пикселей в этих красках, но есть, как бы, вообще, объясню вам немножечко, что такое растр, что такое вектор, растр, это, как бы, формат изображения, который может весить, там, я не знаю, до 100 мегабайт, то есть, в зависимости от вашего разрешения, текстуры, а векторная же графика, это один файл, в котором, как-то математическим способом, зашифрованы цвета, то есть, вот, представьте, ну, там полотно какое-то, и вместо цвета у вас там цифры, то есть, там, 5, 2, там, ну, в общем, я в это все сильно не вдавался, но я примерно знаю, что это такое, что такое векторная графика, что такое растровая, ну, и, как бы, вот, сейчас там текстуры примерно такие, мне кажется, они именно и делались в этой векторной программе, то есть, раньше я этого, как бы, не понимал, а сейчас я реально вкурил, что это такое, и поэтому эти, кстати, текстуры, они занимают меньше пространства, то есть, опять же, повторюсь, потому что там абсолютно не зависит от размера текстур, то есть, какие они там, там, 400 на 600, или там, 5000 на 5000, то есть, без разницы, там все равно, там цифры, то есть, там не пиксели, вот, а раньше была пиксельная, именно текстура, и поэтому она так и занимала очень много, там, я не знаю, места, кэша, там, вашего трафика, или еще чего-то, ну, опять же, разработчики это все уменьшают, ну, так вот, у меня была краска чужой, и, ну, мне она, поскольку, поскольку нравилась, то есть, знаете, несколько было характеристик, там она всего лишь на 5% от смоки, и 10% от твинса, она защищала, вроде бы, я точно не помню, сейчас, может, если что, там меня поправьте, вот, и у Рому в Рудалак, тоже такая же краска была, мы, ну, бывало, когда, вот, мирились, то есть, ну, как мы же не все время срались, вот, мы там заходили, там, играли, вот, он был там, он был на Фризи М0, а я был на Жиги М3, то есть, у нас такие вот, были парные игры, после всего этого, я себе донатил еще раз, то есть, у меня была, знаете, какая большая покупка, я купил 12 тысяч кристаллов, а на тот момент это было довольно-таки очень-очень много, то есть, конечно же, я себе не мог на это купить Фриз М3, там, или еще какую-то пушку М3, ну, из второй линейки, но первую линейку я прокачал хорошо, я купил себе рельсу полностью М3, то есть, я себе с М0 до М3 полностью прокачал, то есть, за раз, она стоила 3 тысячи кристаллов, М3 модификация, а раньше я рельсу презирал, то есть, я на ней абсолютно не играл, мне она не нравилась, то есть, я раньше чисто смоки, 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 вот, но потом, как я сделал рельсу М3, я понял, как я очень сильно ошибался, то есть, она дает очень большой разовый урон, и любого диктатора можно было сломить за 2 выстрела, то есть, вот, просто-напросто 2 выстрела сделал, все, диктатора нет, если, конечно, он не в защитной краске, вот, ну, хорн-то тоже самое, как бы они ливались после 2 выстрелов, вот, иногда, даже если на ДДшке, то вообще с одного выстрела, то есть, вот, мы даже с Ромой Вурдалаком, когда болтали по скайпу, мы, ну, видели это, допустим, едет Хори и Зидка М0, вот такие, о, бесплатный фраг, и так, бац, на пробел, то есть, ну, и убивали, вот, ну, как бы, качались, кто как может, вообще, тактика на смоке была, знаете, какая, видите рельсы, кого подхоцало, вот, бац, по нему 2 выстрела сделали, а пока рельс перезарядил, все, вы уже у него фраг украли, то же самое, как бы, и с Квинцом, то есть, Твинц, допустим, гасит вашего, я не знаю, там, соперника, вот, вы, как бы, именно просчитываете, что у него очень мало жизней, бац, по нему смоку дали, и сделали по нему урон, ну, и все, как бы, ну, фраг ваш, вот, а раньше, вроде, это все не делилось, то есть, именно, кто убил, кто ты получил, сам опыт, вот, раньше, кстати, за различные звания, давали разное количество опыта, то есть, убил маршал, тебе дали 100 кто опыта, убил новобранца, тебе мало кто дали, то есть, точные, точные числа, я, ребята, не помню, но, реально, такое было, после всего этого, как бы, я пошел, донатил себе 12 тысяч кристаллов, купил себе, фриз М2, гром М2, так, и рельсу М3, то есть, я это все купил одновременно, вот, на громе я поиграл, мне не понравилось, то есть, скажу вам серьезно, то есть, гром М2, ну, для меня, наверное, какой-то ненагибающий, что ли, получилось, хотя, против меня, тоже играли, громики, М2, когда я был на рельсе, они меня очень сильно бессили, но я не знаю, но это, наверное, не моя пушка, вот, первый вообще, гром, купил Рома Вурдалак, и мы даже, это, она ему не понравилась, мы даже, бывало так, что называли, битвы так же, гром говно, и заходили туда, и Рома Вурдалак играл на хоре громе, в краске чужой, в общем, весело было, то есть, я же говорю, у нас было соревнования, сначала Рома гром купил, потом, у него, как бы, ну, она ему не понравилась, я думаю, ладно, я покупать не буду, я кристальки себе сохраню, я его даже, знаете, иногда, Ромиш, Громиш называл, да, вот, Гром, Громиш, у него даже ник такой, помню, он мульт, что ли, создавал, у него такой же ник был, ну, так вот, помимо Ромы, там еще были люди, вот, с которыми мы общались, там, Витя, его одноклассник, он тоже подсел на танки, он в последнее время собирал кристаллы, то есть, вот, вообще не мочился, я купил Хори Твинс М3, вот, краски, искра, искра на тот момент, очень крутой краской была тоже, она защищала от, рикошета, Грома, рельсы, то есть, как я помню, вот, ну, как бы, она вообще была универсальна, у ней было вроде 5 резистов, или 4, вот, не помню, вроде 4 резиста, то есть, это на тот момент было очень-очень много, даже в некоторых топовых красках, было всего лишь 2 резиста, то есть, если взять тот же самый, нефрит или инфирно, там всего лишь 2 защиты было, ну, и как бы он собирал кристаллики, ему это все входило в плюс, то есть, вообще не воевал, это как, знаете, саботажники, то есть, люди воюют, падают критики, а собирает только он их, то есть, твинс он одет для чего, для того, чтобы переворачивать своих соперников, вот, ну, как бы он меня познакомил с ним, также был еще один чувак, Коля, он был взрослым, он был старше меня, на год, или на два примерно, вот, он, ну, тоже, как-то мы с ним, с ним познакомились, тоже пересекались, по скайпу даже играли, вот, ну, он, как бы тоже, мы его хотели взять к нам в клан, но он куда-то там уже вступил, то есть, какой-то там, я не знаю, там, название точно не помню, но, мне Рома рассказал, что он там уже клановик какой-то, на тот момент еще был, вот, также я познакомился с одним чуваком, его, Слава, что ли, зовут, да, Слава, у него было все М3, то есть, Мамонт М3 и Твинс М3, он, знаете, он писал в чате, я как с ним познакомился-то расскажу, он мне писал в чате, типа, я на Твинсе буду королем песка, ну, то есть, на песочнице вообще его никто не загасит, я ему такой написал, а давай проверим, я делал от него краску, то есть, на тот момент, ну, я к электре еще вернусь, на тот момент у меня была краска электро, вот, и она как бы от Твинса имела хорошую защиту, вот, я как бы, а давай проверим, кто круче, я делал вроде бы рельсу, вот, ну, и получилось так, что я по нему, ну, Раскилл сделал, он меня сделал, я его убил, он меня убил, вот так вот мы менялись, играли абсолютно без нары, ну, то есть, на честных условиях, на, ну, чтобы проверить эти все пушки, вот, и, как бы, так вот время мы проводили, потом мы с ним в ВК там списались, и ему лет 20, что ли, на тот момент было, он мне помогал искать прострелы на картах, то есть, он меня на карте Форт Нокс учил, то есть, у меня, на данной треле была, он сказал, одевать дикарелю, и помогал мне, как бы, ну, искать, там, прострелы, то есть, он вставал в эту точку, и говорит, попади по мне, а у меня вот, ну, очень маленькая щелка там была, то есть, ну, чтобы туда попасть, я раз не попал, два не попал, на четвертый я уже все, там, по нему урон нанес, и вот, в общем-то, ну, он меня чуть-чуть обучал, я не знаю, он был то ли колонавиком, то ли еще кем-то, ну, в общем-то, знания у него какие-то определенные были, еще на тот момент, на момент старой графики, то есть, меня этому, как бы, ну, всему обучали, но сейчас же с этим не сравнить, то есть, раньше был формат дикареля, сейчас этого формата попросту нету, то есть, вот, все, его, он изжил себя, сейчас хорререля формат, то есть, как там, разрабы говорят, быстро и эффективно очень, ну, так вот, ребята, думаю, я на этом вообще завершу, то есть, хотел я вам рассказать, как я начал снимать видео, но у меня в голове сейчас столько всего, то есть, вообще, даже, знаете, будет не 4 выпуска, а, может, выпусков 10, что ли, то есть, мне, ну, понравилось так вот, беседовать на камеру, рассказывать, вспоминать, думаю, вы тоже много чего для себя вспомните, а может, что и запомните, то есть, ну, допустим, не все же игроки играют 3 года, как я, вот, кто-то, там, допустим, играет меньше времени, кто-то вот, недавно зарегистрировался, но уже как-то узнал обо мне, то есть, что я вот такой вот раньше играл в танки, и что я сейчас, ну, ютубер, то есть, летсплейщик, это уже, меня нельзя назвать, потому что я летсплей не снимаю, вот, как бы, ну, все равно приятно было, было поностальгировать, 5000 просмотров набираем, я снимаю другой выпуск, вот, ну, а с вами был Саша Джаггернаут, увидимся, ребята. огонь, я пожар, я поджигаю тело, межу, стера, межу, как ты, все отскорело, что ты палит, вот уж на меня, всегда я мечтал о котенке, вот, ну, как бы, у меня мама была против, она не любит кошечек, вот, но, в один прекрасный момент, я ее все-таки уговорил, вот, как бы, киса хорошая, когда ей надо, то есть, я, допустим, когда кормить, она, да, она прям добрый, она прям урчит, когда к миске подходит, а иногда, то есть, вот, даже сейчас, например, видите, она кусается, то есть, ну, кто-то может подумать, что это она играет, но она прям реально, то есть, у вас рука просто лежит, она, херок на ее, и напрыгнет, да, напрыгнешь, киса, что ты, любишь, да, меня кусать, и самые главные игрушки, у нее начинаются, в 5 утра, то есть, ну, сейчас же лето, я, ну, как бы, поздно не сплю, вот, ну, грубо говоря, до утра, то есть, там, часов 10 ложусь только, вот, и в этот момент, она, как бы, это, ну, очень любит это, прям, мою комнату, дверь открывает, иногда, то есть, у нее получается, вот, и прям, жестоко, жестоко, мои ноги, колбасирует, вот, вот, видите, дерется, киса, да, ребята, самое мягкое, у кошек, это животик, то есть, тут такая шерсть, прям, которая вообще, ничего абсолютно не касается, но только, когда они спят, вот, она очень-очень мягкая, то есть, если вы хотите поприкалываться, там, кошка ваша лежит, допустим, вы ее так вот, на животик, так ляжете, так, башкой пошуршите, вообще, очень прикольно будет, ну, что ты, сбегаешь? Она лучше, свой хвост попиздит, это ее любимое дело, ты обиделась? О, ох, 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 photon, ну видите злая какая она как не злая агрессивная может так сказать что ты чё ты я это сейчас знаешь чё сейчас миска свете высыплю тебя из миски а то ты накушаешься такая прям злая становишься